Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткове. И мы продолжаем. Олег Пек Александр Шунин. И к нам присоединяется председатель правления строительной компании Бонова Латвия Маркс Клявенш. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, давайте начнем с вопроса, с какими вызовами сейчас сталкивается строительная отрасль, учитывая, что долгий период был связанный с ковидом, и сейчас вот эти взлет ценной энергоносители тоже, в общем, вызывают виток инфляции. Насколько вот эта инфляция, оказывает ли она вообще влияние и какое? Ну, начнем с того, что у нас был первый взлет цен на строительство или цены на материалы был весной, когда началась война. И мы просто потеряли доставки из востока. Так что был период, когда цены на металл и на древесину взлетели вверх. Этот процесс немножко успокоился, но сейчас идет второй процесс, вот как вы как раз говорили, с приростом цены на энергоносители, и это все уже начинает аккумулироваться в стоимости стройматериалов. И мы видим, что это еще будет какое-то время продолжаться. А скажите, вот удалось ли, каким образом решился вопрос вот с поставками с востока? То есть удалось перенайти других поставщиков? Нашлись другие поставщики и цены, например, на металл. И понимаем то, что финансовая ситуация в Китае изменилась. Это огромный рынок, так что поставки на наш рынок улучшились. И мы увидели, что в конце лета цены на металл понизились и пришли в такой нормальный уровень. Но это не значит, что ситуация в строительстве с этим улучшилась. Так что мы знаем, что цены на древесину все равно остаются на высоком, потому что есть очень большой спрос на древесину для энергии. И это значит, что строительная древесина тоже не становится дешевле. И вторая вещь, что сейчас вот цены энергии сейчас начинают аккумулироваться в ценах строительных материалов. Мы видим, что цемент будет дорожать сейчас осенью на 25%. И значит, все материалы, которые связаны с цементом, это бетон, бетонные изделия и так далее, все будет дорожать. И тот же процесс происходит и с остальными материалами. В итоге удорожание строительства, как его можно оценить тоже в процентах? Есть проект, который был начат еще до ковида. И в итоге, проходящие все фазы, сейчас надо достраивать уже по другим ценам. Как можно оценить это удорожание? Я бы сказал порядка с 20 до 30% удорожания, если мы сравниваем с уровнем прошлого года. Известно ли о том, что какие-то проекты были заморожены из-за новых цен, пока что-то не устаканится? Было так, что были проекты, которые были начаты. И тогда весной и начало лета очень много заказчиков говорили со строителями. Они договаривались на новые эти сметы, на новый уровень цен, сколько заказчик надо доплатить. Тогда была ситуация, что в некоторых объектах было бы как-то, как сказать, технологическая пауза, потому что надо было понять, как продолжать работу. Так более-менее этот процесс прошел. Были новые проекты, которые заказчики отложили просто, потому что весной никто не мог дать нормальную цену. И сейчас ситуация немножко улучшилась, но не в такой ситуации, чтобы можно сказать, что все прошло. Так что с новыми проектами такие задержки есть застройщики, которые строят, например, квартиры, но не продают, просто чтобы узнать, сколько будет себестоимость, чтобы можно было определить цену. То есть сейчас продажа нового жилья, можно сказать, все-таки замороженная? В продаже нового жилья все происходит, просто новых предложений появляется очень мало. Так что рынок нового жилья со стороны предложений очень-очень маленький. Спрос еще остается, так что коррекция идет со стороны предложений, рынок уменьшается из-за того, что такой большой прирост цен. Можно ли сказать, что в этом сезоне главное, на что обращают внимание потенциальные покупатели или квартиросъемщики, это энергоэффективность? И, соответственно, больше популярностью пользуются именно новые проекты, современные дома? Это мы видим, это уже было как тенденция уже в прошлых годах, но в этом году это как самое важное, что люди как раз смотрят. Я могу просто к сравнению, чтобы иллюстрация была, если в двухкомнатной квартире, которую мы построили, Банава построила, стоимость отопления в прошлом году была где-то 20-30 евро. Если это отопление дорожает в три раза, значит, это 60-90 евро будет стоимость отопления. Если мы берем старые дома, то если там было 100-120 евро, если оно дорожает в три раза, то это получается, что цена это 300-360 евро. Это очень такие разные цифры. И мы видим, что такие разные цифры очень влияют на весь бюджет семьи. И даже банки сейчас советуют как раз смотреть всю математику, сколько мне стоит мое жилье. И тогда уже сам кредит, ну, значительная часть, но мы, как видим, энергоресурсы или стоимость отопления, стоимость энергии уже значительно больше в этом всем портфеле, сколько мне стоит сама квартира. Означает ли это массовый исход жителей из центра, ну, конкретно Риги, вот скажем? Ну, в центре Риги, так сказать, старые дома стагнировали уже долгое время, потому что там было очень мало реконструкций. Мы как раз, наверное, все слышали, что в центре Риги есть дома, которые стоят пустые. Немножко ситуация в последние годы улучшилась с центром, но сейчас, наверное, это будет вторая волна, что стоимость энергии будет очень-очень влиять на то, что люди могут позволить или не могут позволить. Но я бы сказал, что ситуация даже с микрорайонами, где у нас застройка, в большей части застройка советского времени, то мы видим, что там процессы утепления и улучшения жилья проходили очень медленно. И сейчас у нас, как бы, такое, как сказать, пробуждение такое не очень хорошее, но мы у нас пробуждение, что надо утеплять и улучшать это жилье просто с такими скачками цен. В тех домах, которые были утеплены, там скачки нам многократно меньше, чем в домах, которые не утеплены. И, конечно, люди сейчас волнуются тоже, что, например, сейчас мы видим, что только не только цены растут, но и растут процентные ставки. Как мы видим, Европейский Центральный Банк поднял ставку рефинансирования. Это значит, что ставки по кредитам тоже растут. Но тут я могу сказать, что прирост стоимости кредита или прирост процентных платежей значительно меньше, чем прирост энергостоимости, если мы остаемся в старом жилье. Тут я бы говорил, что людям надо очень хорошо считать, какая у них ситуация к каждому и как раз просматривать вещи для этого. Например, мы с Фитбанком предложили решение «Меняй старое жилье на новое жилье», где Фитбанк дает решение, как перекредитироваться и так далее. И мы помогаем с продажей старого жилья и как раз оценкой и так далее. Так что решение есть. То, что видно, что самое сложное, что есть такой большой прирост строительных материалов. И видно, что подешевели. Но чтобы строительство стало дешевле, наверное, в скором времени не будет. Так что прирост цен на новое жилье, наверное, будет продолжаться. Но вот как раз по поводу этого роста цен. Ожидается ли дальнейшее повышение стоимости стройматериалов? И вообще может ли такое еще? Ну и вынесет ли сама отрасль такой новый, еще один какой-нибудь виток? Ну я говорю, как я сказал, будет прирост еще цены, связанный с энергоресурсами, как он будет аккумулироваться. Я думаю, что этот прирост будет вот всю эту зиму, поскольку это будет новая ситуация. И поскольку есть прогнозы, что ситуации с энергоресурсами в следующем году могут быть лучше. Так что я думаю, что какие-то коррекции на цен как раз с энергоресурсами и с этим связанными строительными материалами в лучшую сторону может быть в следующем году. Что касается строительства, но не только материалов, а рабочих рук, за время ковида не растеряли ли строительные компании работников, не уехали ли они за рубеж? Есть ли кому работать? Я бы сказал, что за время ковида ситуация не столько ухудшилась, но ситуация ухудшилась с началом военных войн в Украине. Так что украинские рабочие, которые работали на нашем рынке, поехали обратно защищать свою родину. Так что нехватка рабочих рук также стала актуальна и более актуальна как раз после начала ГАНИ. И то, что мы видим, что эта проблема продолжается. Это проблема с нехваткой рабочих рук не только в строительной отрасли, но и в отрасли сельского хозяйства, и в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Так что проблема, я бы сказал, глобально в Латвии с нехваткой рабочих рук на более низкий и средний уровень рабочих мест. А латвийские строительные рабочие уезжают в Европу, в свою очередь, может быть, за более высокими заработками? Ну, то, что мы видим, что в последнее время ситуация с нашими рабочими, которые уезжают, так не ухудшалась, потому что проблемы были и за рубежом, в Европе, как раз вот с ковидом и всем. Но то, что мы понимаем, что у нас есть такие большие проекты, как Rail Baltic, которые потребуют еще больше рабочих рук, и это значит, что не ища дополнительных рабочих вне Латвии, мы эти работы просто выполнить не сможем. Так что вопрос довольно актуальный. А местные не идут на стройку из-за зарплат или по каким-то другим причинам? Ну, вы понимаете, строительная работа на стройке не такая легкая. Те люди, которые привыкли там работать, там и остаются, и работают. Но молодежь и так бы сказать, чтобы люди смогли переориентироваться на работу на стройке, такая ситуация, но там ситуация не улучшается. Люди не хотят на стройке, потому что работа довольно тяжелая, связанная с погодой и так далее. Так что мы не видим, чтобы люди с других таких, не знаю, специальностей, например, где была проблема с ковидом, была у нас проблема как раз в гостиничной сфере, но люди с гостиничной сферой не переходили на строительство. Так что я бы сказал, что те люди, которые работают в строительстве, остались и не уезжают. Я бы сказал, что зарплата довольно хорошая в строительной сфере. Так что люди не уезжают так много, но, как сказал, объем работы у нас будет расти как раз с большими государственными заказами, и там надо будет просто дополнительно рабочей силой, потому что мы не можем со своей стороны такие скачки погасить своими рабочими. А что нужно для того, чтобы была возможность рабочих из вне Латвии привезти в Латвию, то есть чтобы они приезжали? Ну, как я бы сказал, мы должны ориентироваться на восточный рынок. Понимаем, что Россия, Беларусь сейчас не те страны, откуда мы хотим пригласить, так что мы должны смотреть на Средний Восток, наверное. И надо просто улучшать процесс получения рабочих виз и ускорять просто этот процесс, чтобы люди могли быстрее получить эти визы, чтобы могли компании пригласить рабочих. Так что этот процесс надо получения, ускорять, и чтобы требования тоже были немножко меньше, чтобы легче могли бы эти рабочие визы получить. У вас, у представителей сферы, это понимание есть. У принимающих решения на политическом уровне есть ли это понимание? Консультируетесь ли вы с ними, проходят ли какие-то переговоры? Ну, как раз вот в прошлой неделе у нас была встреча с политиками от Ассоциации Развивателей, и как раз политики, которые кандидируют в новый Сейм, и там были и представители партии, которые сейчас в Сейме находятся. Так что все как бы почти ненагласно, кроме одной партии, сказали, что они одобряют, что нам нужны эти рабочие руки. Так что я думаю, что ситуация должна измениться в лучшую сторону. Пока выборы, пока все рассядутся, пока посты поделят, то есть ближе к Новому году, в лучшем случае. Ну, надеемся, что политики не будут тормозить, понимая, что каждая рабочая рука дает как бы добавку нашей экономики. Так что это как раз вопрос о развитии нашей экономики. Если мы быстрее получаем рабочие руки, тогда экономика может быстрее развиваться. Несомненно. И как раз в трудном времени как раз можно компенсировать. Господин Клямич, а вот что бы Вы посоветовали людям, которые действительно сейчас переживают из-за того, что ситуация непонятная в экономике, какие-то, ну вот, брать ли на себя риски покупки нового жилья, строительства, заниматься ли строительством сейчас, или немножко подождать, или наоборот, сейчас лучше, чем ждать, пока еще вырастут цены? Ну, я бы сказал, что решение надо принимать от своих нужд. Если вы думали о том, что вы хотите покупать новую квартиру, если вам есть эта нужда, тогда вы должны делать эту математику, сесть вместе с банком, посмотреть, сколько стоит новое жилье, какая ситуация, как вы можете продать свое старое жилье. То, что надо иметь в виду, что старое жилье, мы видим, что Латвия в прошлой неделе анонсировала, что старое жилье уже немножко теряет в цене, там была коррекция уже вниз в прошлые месяца. Но вот эти все надо плюсы и минусы сложить, надо понять, что у вас будет и стоимость по энергии, сколько это будет влиять, и сложить всю эту математику, и тогда решать. Я бы сказал, что время не такое плохое, чтобы принимать решение, потому что ситуация не будет так... Ну, в эту реку, которая была раньше, мы никак не вступим, ситуация не вернется в прежнее время, так что надо понимать, что ситуация будет другая. И мы должны смотреть со своих нужд, и как лучше свои нужды решить. И как раз я и говорил, что прирост цен на кредиты или проценты на кредиты не такой высокий, как прирост энергии. Так что я бы сказал, что это две вещи, которые балансируют. Если есть нужда улучшать свою квартиру, тогда надо это делать и смотреть. Если мы смотрим на новое строительство, уже в прошлом году этот бум начался, и говоря с банками, было видно, что у клиентов были проблемы, как закончить строительство новых домов, потому что был очень быстрый перерост цен, но банки там тоже помогали, добавляли суммы по кредитам, чтобы люди могли закончить жилье, жилье. Если у нас есть земля, и мы хотим строить новый дом, тогда надо очень четко просматривать смету и смотреть, все ли там утверждено, добавить какой-то буфер на прирост цен. Если математика складывается, то и строительство, наверное, можно делать. А насколько банки, действительно, вот вы упоминаете, отзывчиво входят в положение людей? Понимаете, для банков клиент, который платит свой кредит, это самая ценная вещь, и банки никогда не хотят ничего тормозить, банкам не нужен недостроенный дом, так что они лучше добавят какую-то сумму к кредиту, чтобы люди могли достроить этот дом. Конечно, людям надо считаться, что немножко должны они положить и со своей стороны, может быть, больше. Но я бы сказал, что банки довольно отзывчивые, и как раз вот такое трудное время, как раз надо идти с банками и говорить, потому что чем быстрее говорить, тем быстрее можно решить проблему. Не затягивать. Главное – не затягивать. Хорошо, спасибо огромное. Мы беседовали с председателем правления строительной компании «Банава Латвия» Марксом Клявеншем, обсуждали то, как ситуация в экономике и политике влияет на строительство, на новые проекты, на стоимость жилья и так далее и тому подобное. Услышали несколько советов. Все раз огромное спасибо, Марк, что вы нашли время присоединиться к нам. Хорошего дня и удачи. Всего доброго, до свидания. Впереди у нас программа «Добро пожаловаться» сразу после новостей. Радиоболтком. Радиоболтком.